у нас происходит его руки делает в общем он неправильно сделал уроки не показываю егора чтобы не обвинили потому что уже были случаи мы умные теперь почему у нас неправильно сделал две задачи он подсмотрел у васи но не понял и просто-напросто записал ответ в общем от барабана сделал несет естественно ему карандашиком зачерпнул сказал тут неправильно тут неправильно иди приделай такая реакция нас сейчас расшвырялся опять по комнате разорвалась и бумажки в куча в общем вот такая вот у нас картина снежана немножечко получше то сидит надулась она не орет как он но надулась сидит в общем вася сегодня гулять не попало потому что гулять о них хотели все втроем одних бы я их дома не оставила не знаю что и делать вася твою макушку снимаю в общем вот они с двух часов и вот до 17 они сидят и бьют бакуши они не хотят делать уроки и снежана не егор уроков то там очень мало задали три задачки которые решаются устно то есть вот если просто за столом спросить вот эти задачки о них решают как орешки но когда это нужно записать тетрадь у нас вот такая вот картина происходит ладно я уж не буду его снимать и показывать но по звукам вы наверно уже поняли что все не так весело вася сделала вася не сильно попал ты чё делал человек нарциссов пишутся с двумя буквами с так не посмотреть а здесь задача дел по это условиям условиям не дай прочитать номер один уже поняли так купили 4 зеленых шарика и 7 красных насколько меньше купили зеленых чем красных как и больше купили а насколько а у тебя еще написано а это задача 3 чего 6 куриных котлет и 4 котлеты сколько всего котлет приготовила мама сколько всего 10 куриных котлет для скворцов а это чего нужно для скворцов в смысле львови для скворцов где перевернули его опять колбасит я камеру включила все послушают как ты в общем и первый раз записываем вот так со стороны себя и детей поставили на треновый телефон я еще не знаю что получится может мы это и удалим а а может и выложим в общем не осталось немножечко белья добавить чуть-чуть совсем основная масса уже тут вот на кровати лежит переглаженная я его гладил еще до того как за детьми пошла в школу а сейчас пока доглаживаю дети меня делают уроки по одному подходит показывает то еще сделала ну ключевое слово почти до неж до а ты-то что так переживаешь у вас она списала короче вчера васька сделала неправильную задачу но я этого еще не знал я сначала снежа несет решение и когда приносит задачу вася я понимаю что снежу вася просто списал а вас неправильно сделала стала она путаться вот в этих больше или меньше и мучительница четко объяснила что если есть слово больше или меньше то нужно вычитать а задача была звучала в одной вазе 3 цветочка а в другой на 2 она не понимает как можно два плюс три сложить если учительница сказал что если задача есть сравнение то значит нужно минусовать это вчера была другая я сегодня говорю что у тебя тоже сложность возникла и жанна не списала это еще что его приносит задачу копия как у девочек его тоже вас что расписал что все списали поддаешь понятно они воспользовались случае ну здорово так ты переделала задача переделать его а чё ты как долго делаешь но еще у тебя получалось если ты песни поешь есть не поют у нас кричит я понимаю что наш канал сейчас выстроен в основном на взаимных подписках и нас не все смотрят целиком но так ну просто знать что у нас происходит а видимся очень редко они говорят что очень удобно этот youtube очень удобно другой момент открыл и посмотрел что там у вас как у вас и вот сегодняшний у нас как эксперимента будет целый день периодически включая вот приборку я уже сегодня говорила что у нас его область начала ну я не а доктор не специалист других детей кроме как своих я не воспитывала я не педагог но сравнивая даже его снежана я это понимаю что что-то здесь не то что-то вот тут есть а врачам ходить вы понимаете вот с одной стороны вроде как вы надо обязательно это необходимо а с другой стороны приемным родителям врачи относятся немного не так как обычно они считают что накопаемся в этих детях и ищем у них болячки как сказать доктору что вот меня вот это беспокоит ну вот последний раз у нас неврологом был такой вполне адекватный разговор она мне прекрасно поняла и она конечно меня не хотел успокоить я уже спокойно после этого разговора но не сказал что да у ребенка проблемы и немало что у вас давай это который вот это вот прошай ну да и 7 вычесть 4 решайка что ты делала а там у вас подписала смотри переписывай внимательно сейчас когда обедали я уже потом когда пила чай на дзене наткнулась на статью вы хотела поговорить по поводу как у вас происходит может напишите мне в комментарии в общем статья была такая что автор статьи я так понимаю провелать эксперимент и попался учебник что или инструкция как убираться датированная 1923 года а кто там у меня разговаривает громче меня а вася давай к себе в комнату не мешай егору он бесконечно и так ошибок много делает нет и тут и не будешь делать туда 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 там и здесь я давай быстро оттуда василис я почему два раз должна повторять в общем где попался учебник или инструкция как нужно убираться конкретно датировано 1920 года она решила провести эксперимент прожить неделю привет это пьян неделю по этой инструкции дословно уж я не буду так и но там такие пункты что в один день убираешь одно в другой день другое то есть например понедельник у тебя стирка белья во вторник у тебя обязательно ремонт одежды среду ты убираешь например там спальню ванну и еще что-то и так далее все по субботу расписано а воскресенье ты значит доделываешь те дела которые ты не смогла сделать другие дни вот в общем вот автор концу недели она поняла что ей пришлось отказаться от спорта потому что по инструкции не получается как она встает она значит на пол шестого и 6 она выходит уже на спортом на занятии спортом а по инструкции половине 7 должен быть подан завтрак мужу и детям значит трехкратное мытье посуды обязательно в день она тоже этим занялась три раза в день его посуду если идет уборка спален и всего прочего то обязательный ритуал открытие окон проветривание поправление штор и все такое прочее очень все дословно ну что-то она конечно не выполняла потому что все-таки годы уже другие до чего-то в нашем приходе уже нет вот смена постельного белья заявлено раз в неделю но в принципе у нас в этом тоже бывает и два раз неделю меняем постельное что еще там но в чем в конце вот этого эксперимента рассказала что как бы этот элемент и показал что если жить по инструкции этого двадцатого года то нельзя у тебя просто не будет времени на хобби на творчество на спорт даже на работу посвятить себя чисто уборки вот не знаю я не готова посвятить себя прям вот чисто чисто уборку конечно стараешься чтобы было что-то почище да но с другой стороны попробуй сделай чистоту если сегодня все это убрала а к вечеру там где убрано уже грязно потому что у людей много у нас нашей семье и не каждый раз кто-то что-то возьмет и положено место о том что еще интересно было выяснилось что после концу эксперимента она стала зацикливаться на этой частоте кое-что она уже делала на автомате и когда что-то лежало не на своих местах и уже начинал раздражать и и вывесила когда муж резал хлеб и крошкингу разлетелись в разные стороны я когда читала я конечно улыбалась думаю как же бы ее вывесил например старший ребенок который сказал не хочу я кашу пойдешь делу яичницу мы сделаем яичницу но после этой яичницы забрызганная вся плита и разная сковорода добавленная составленная мрак мини посуда потому что ему некогда ему же нужно срочно опять куда-то бежать а у мамы то что у мамы трехразовое мытье посуды да вот почему такой эксперимент я бы наверно не выдержала такого эксперимента чтобы постоянно что-то где-то чистить и лить ну в принципе так оно и получается но по мере разумного конечно мы не фанатик уборки от стараемся поддерживать чистоту снежа иди сюда снеж 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 я сейчас знаешь что сделаю ты не принесешь решение и ты мне будешь объяснить как ты это сделал если не сможешь объяснить то ты можешь переделывать под моим присмотром если я сейчас не сижу у тебя это значит что я тебе доверяю а ты так списываешь значит тебе нельзя доверять так получается а снежа нельзя так делать я доверю что ты сама делаешь и давай делай сама у нас все еще метель весь день сегодня метет из школы шли даже в лицо прям все это так не очень холодно что ты мне расскажешь когда мы с никитой шли из магазина такая метель была даже мне в лицо попадала никите ничего не было видно но сегодня почти такая же только снега было очень много сейчас поменьше да ничего зуба пришел заговаривать или все-таки уроки делаешь уроки делаешь как-то медленно и делаешь у него прям настроение меняется на щелчок то есть вот пять минут назад он может орать и не ищать потом в друг раз но хороший потом опять походят какие-то две-три минуты и все и опять цветает вся хорошая с него пропадает исчезает не пропадает да он еще и все слушает у нас у нас какой еще бы я хотел спросить у тех родителей в основном наверно мам девочки мальчики извините вам обращаюсь но если кто из мальчиков этим занимается это пожалуйста напишите вот с одеждой как вы считаете что нужно чтобы был минимум одежды чтобы не путаться в ней конкретно или чтобы было максимум чтобы был выбор одежды я бронет спорюшку взрослую давно уже с таким дачи пришли программе мимо 3 должно быть всего по 3 но кроме нижнего белья конечно постельного белья должно быть три комплекта два в работе и один новый джинсы тоже 32 как говорится в носке и одни лежать так изредко одевающиеся как только одни выходят из строя значит мы покупаем еще один миша принципе то же самое у нас большой никита тут вообще программа супер минимум никита у нас еще меньше вещей в одной сумочке убирается то же самое меня если брюки то три штуки привозы ну платье вот одно него за глаза и за уши хватает я одеваю может раз в год на какое-то мероприятие от опеки и все в основном я хожу в брюках потому что работа коробки все такое прочее лучше неудобно хватит вот а вопрос вот он состоит что как узнал его чудом учишь как проще как легче когда много детской одежды или пара все-таки и поменьше потому что тут тоже меня бросало это в одну сторону то другую сторону не хотелось сначала чтобы одежды было много чтобы был выбор но когда я поняла что дети у меня каждый день делает разные дня сами себе стоит и у меня постоянно сегодня если начали смотрел ролики одежды это у меня и шкафа я решил вернее шкафа вот тут сзади меня стоял вешалка я решила перестирать эту одежду прежде чем убрать его ну или там что-то отдать но тоже сначала перестирать а дети достают каждый день разные и к концу например там недели у меня сушили корзинки с бельем они битком постельные снимали уже положить не нужно поменять каждый день а когда одежда поменьше было они стали подрастать мы часть одежды раздали а новую я не стала покупать и вроде как побольше порядка но бывают случаи когда например нужно куда-то идти свежая одежда не какой-то уж получалось если никак не могу золотой середины найти конечно хочет что был порядок ну и вот с одеждой с нижним бельем вот я детей приучила порядку они у меня значит трусики сами себе умеют раскладывать по ящичкам берут то что им нужно стали полотенца они знают где лежат если пить и мыться я уже им не собираю белье они собирают его сами это потому что мы сделали что у нас есть целый шкаф с полотенцами с постельным и вот комодах у них лежит вот это белье они все это дети у меня находят кстати старшим ему в том числе то же самое когда есть вот такая организация поможет и четко стоят полки на одной там после другой носки ориентироваться гораздо проще и сразу видно есть у них там что чисто или нет и тогда уже запасы истончается уже его снатольная не носков то нету это здрасте пойдем искать не спустя меня не вижается часто очень нас кидану выше находим папины термин проблем тоже решили что внешний доска оплаты носки я определила взрослых мужичков по цвету никита определять не надо унишься сергей одинаковый развернули уже сейчас не будет еще нашу и дэш девы смотри пожалуйста потому что тебе мешает он забитый ты слышишь меня ты шмыгал сейчас и дикого смартой потому что что-то он гуляет когда он валяется так что он приходит трусок мокрый я про мишу говорила у них сергей одинаковый размер ноги и мишка таскал у папы носки очень я их по цвету определила у миши темный цвет носков где светлый получается так что сейчас вот более-менее порядок а вот с детским бельем проблема ничего сижу внизу особо давно чувствую наверху какой-то грохот чем это смотреть что за грохот был какой конструктор ну-ка покажи нам всем мы посмотрим чем ты сейчас так грохотал я чуть с ума не сошла я думал что-то ломал там то есть ты его вы снежан можно обязательно вот перед камерой встать да нет не обязательно это нас отличительная особенность снежана стоит маме взять камеру как у нас существует только снежана она встает и чтоб только ее снимали до снежана ты отвлекся от темы я хочу знать чем ты сейчас гремел а как ты им гремел или батарею стучал обо что ты стучал нет это очень тихо такой грохот стоял что я даже сюда почти бегом побежала а в портфеле что у тебя это так было кой да ладно и рынка в руки не можешь делать а снежан снежан снежана снежан я с тобой разговариваю это а снежан 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 нежелательно ни с кем разговаривать и делать на снежан 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 Субтитры сделал DimaTorzok